Играть в шахматы пока не может. Гуляющие в лесопарке заметили, что у медведя подпилены когти. Потап Рязаныч, казалось бы, лишился важной части лапы, но менее опасным не стал. Маленький ребенок может легко засунуть палец в коготь, который, как выяснилось, внутри пустой. Лапы останутся без изменений, а вот эта часть когтей, которая непосредственно беспокоит наших родителей, непосредственно претерпит изменения. Будут специальным архитекторам, которые занимались этой скульптурой, то есть будет предложено другое решение, безопасить непосредственно наших маленьких посетителей. Работы в проекте, а между тем уже 20 декабря откроется новогодняя деревня и в лесопарке будет большой наплыв посетителей. Рязанским памятникам вообще часто не везет. В ноябре украли леденец с памятника леденцу. Его пришлось восстанавливать. Парковая скульптура «Грибы с глазами» была задумана как арт-объект с лавочкой. Лавочку давно использовали для того, чтобы подняться и потереть нос грибу. Скульпторы Василий и Полина Горбуновы не против. Немало претензий было и к благоустройству Лыбецкого бульвара. Расположение скульптур называли хаотичным. К тому же городские чиновники так и не вернули на место пуделя, стоявшего на портере у цирка. Во время ремонта украли фрагмент конструкции фонтана Лоси. Полиция найти злоумышленника не смогла. Подрядчик устанавливал все за свой счет. И хотя не раз говорилось, что реконструкция бульвара еще не окончена, рязанцы к нему уже привыкли. К праздникам в лесопарке установили арт-объекты, новогодние деревья. Залезть на светящиеся фигуры нельзя, пораниться тоже сложно. А значит, их ждет более радостная судьба, чем медведя Потапа Рязаныча.